Всем привет, ребятки! Как вы поняли, наверное, уже из названия, сегодня я вам показываю производительность E5 2670 и видеокарты R9 280 в такой игре, как Star Wars Battlefront. Смотреть я игру буду вместе с вами. Буквально я ещё её не видел, только вот-вот запустил. Как вы видите, начальная заставка. Звук я сделал потише. Камеру выставил так, чтобы было всё видно. Я надеюсь, в этот раз будет видно. Ничего съезжать не будет, как в прошлый раз. Камера, честно говоря, стоит довольно неудобно. Но будем поиграть. Оверлейт дисплей я вывел в этот раз настолько большой, насколько это вообще возможно. Насколько я понимаю. Так. Я не знаю, ребятки. Я вам серьёзно говорю. Первый раз я запустил, я сразу показываю вам первое впечатление от игры. Плюс сразу ещё не разогретый, ну, скажем так, на холодную, да, процессор и, в принципе, это видеокарта и все остальные комплектующие. Процессор довольно хорошо грузится. Сейчас, конечно, многие заметят и спросят. А что ж 8-то ядер? Е5-2670 – это 8-ядерный 16-поточный процессор. Было замечено, и не только мной, что данные процессоры, особенно в паре, хорошо работают именно в количестве ядер. То есть, 16-ядерный, два процессора, стоящие вместе в одной платформе, дающие 16 ядер вместо 32 потоков, имеют крайне хорошую производительность по сравнению с 16 потоками. В 16 потоках скорость получается, скорость тендера получается меньше. Как так? Ну, не знаю, никто в мире не знает. Так, давайте, всё-таки, мы сегодня пришли в Star Wars Battlefront и... Правильно? О, я даже догадался, Space нажал. Так, пропускать ничего не будем. Во-первых, в демо-сценах тоже FPS. Надо посмотреть, как он грузит. Но пока, как вы видите, в принципе-то все 8 ядер грузятся. Я ещё раз повторюсь. По сравнению с Core i7, здесь 8 ядер, 16 потоков. А в Core i7... Так. Настройки, да, есть настройки. Дело в том... Дело в том, ребятки, что я всегда играю с инверсией. То есть, назад вышку отводите, это вверх. Мышку от себя, это вниз, как на штурвале. То есть, я вот привык так, и так и играю. А, а где-то имеется в виду вообще. Так, ребят, давайте сразу, да, настройки. Я ещё ничего не настраивал, я ещё раз говорю. Я только вот запустил, понимаете. И у нас снова камера съезжает. Ну да. Как без этого. Так. Поправил, ребятки. Да, не весь дисплей будет, но я вам показывал оверлей, и вы с оверлеем видите, что идёт игровой процесс. То есть, ага, и не весь этот видно. Ну ладно, я вам прокомментирую. Полный экран. Вертикальная синхронизация выключена. Поле зрения я сейчас поставлю на максимум 110. Размытие. А не выключается. Так, шкала разрешения. Я не понимаю, что это за... Качество графики авто. Средняя, высокая, ультра. Индивидуально. Так. Размытие я выключаю. Всё на ультра, на ультра. Так, сглаживание FXA. Я не знаю. Вот на этот, насчёт сглаживания споры идут по сей день. Наверное, ещё с кризиса первого. Так, яркость. Давайте так. Как вы видите, 74 FPS. Если, если, я вот не знаю, если... Это... Зерни... Так, вот шкала разрешения. Если это как в Battlefield... Ой, скажите, скажем, в Hardline... То это добавляет разрешение, собственно. То есть... 200% это где-то около 4 кадра должно быть сейчас. Ну, как вы видите, 28 FPS. Да, ребята, я угадал. Это добавляет разрешение. Соответственно, у меня стоковая 1680 на 1050. И оно там, по-моему, как бы бустится. Я вот не знаю. Но у меня R9. И там есть возможность как бы бустить изображение. Вот я выстрелил 27 FPS. Да, ребят, я сейчас выключу. Потому что... Потому что... Потому... Видеокарта сразу же завелась. Давайте попробуем поставить 150. Если будет стабильные 60 FPS, я оставлю 150. Ну, соответственно, 1680 на 1050. Умножаете на 2 или умножаете на половину. Собственно, чтобы просто... Нет, не будет стабильные 60 FPS. Ребят, тут R9, 1080. Говорят, игра хорошо оптимизирована. Ну... Я понимаю, да, 70 FPS при HD-качестве. Сейчас я поставлю 100. При HD-качестве... 70 FPS. Да, это хорошо. Это отлично. Конечно, неплохо. Сколько там? 68? 62? 62? Так. А... Ранца нету. Я не знаю, ранец включается как-то? Достичь. Ну, прыжок. Окей. Бег. А, то есть, до этого бежать даже не надо было. Звук, ребятки. Я сделал звук на минимум. Во-первых, чтобы вы хорошо слышали мой голос. Во-вторых, ну, как бы... Как бы не хотелось бы, чтобы забанили видео. Все видео. Или чтобы потом просто резать звук только из-за той простой причины, что там была музыка или еще что-то такое. Давайте попробую поправить камеру. Чтобы вам было видно хоть немного. Ребят, я извиняюсь. Если бы вы видели, какой у меня штатив, вы бы, наверное, мне подарили новый. Но... Есть то, что есть. Значит, что я хочу отметить. На камеру не видно. Немного об игре. Налипает. Я вот показываю. Просто, чтобы потом не сказали, что там какой-то реплей, ты комментируешь и так далее. Игра моя. Игра купленная. Ну, суть не в этом. Налипает. Налипает, налипает снег на оружие. И там 80 FPS. Я еще расскажу. Без вертикальной синхронизации. Скорее всего, с вертикальной будет 50. Но без замеса, в принципе, не нужно. У меня есть Battlefield 3, Battlefield 4. Hardline я не стал покупать. Играл только в бетку. В принципе, то... Вертикальная синхронизация нужна только в замесах, чтобы не было разрыва на экране. Ну, полос. Ну, кто пользуется, тот понимает. Кто не пользуется, не пользуйтесь. Дальше, в принципе, оно не надо. Так. На самом деле, довольно прикольно. Наверное, давайте, давайте я сейчас чувствительность поставлю хотя бы на 40. По той простой причине, что в снайперском... Да. Я в батле люблю, когда вот так вот. То есть, раз, повернулся, стрельнул. Повернулся, стрельнул. Видите? Электрограната. Я так понимаю, эту гранату надо было использовать на том дроиде, что ли? Так. Там у меня сейчас не показывается, что не показывается. Да ничего не показывается. Ой, ребят, я не знаю, камера такая сама настраивает. Причем, у нас автоподстройка выключена. То есть, я это проверяю каждый раз, она выключена. И все равно, камера будет автофокусом, как хочет. Ох, как кинул, красота. Вот, ребята, скилл батлы. Физику не поменяли. Все. Кинул гранату, попал один в один. Ребят, да, я сейчас закончу обучение, потому что я реально, просто действительно не понимаю, что нужно делать. Так, четыре. Он не сразу стрельнет? Нет, не сразу. А он навелся ли? Мне это нравится. Она сейчас, или он сейчас сказал, спасибо, что помогли скрыть наши позиции от империи. Ну, вот смотрите, прислали дронов, я их перестрелял. Ну, блин, значит, точно там кто-то есть. Так. Еще раз говорю. Ну, мой аккаунт... Можете добавляться, друзья. Я в оригине. The Black Fox in Box. Собственно. Ну, и картинку вы видите. Так. Заново выход, выход. Я попробую сейчас в мультик зайти. Ребят, я ничего не обещаю. Честное слово. Просто я игру запустил в первый раз. Сейчас посмотрим, как она... Сетевая игра. Да, я думаю... 40 игроков. Я думаю, вам будет интересно, потому что Battlefield 4, он смотрится именно по осаду Шанхая. Сколько там, по-моему, 24 на 24 или как-то так. То есть, 48 игроков. Соответственно, где все бегают, стреляют и так далее. Оверлей дисплей у меня по-прежнему слева, но сделал я его больше. По-моему, там можно сделать еще больше, но, в принципе-то, на камеру в Full HD вам должно быть хорошо видно. Так. По станции, МПЦ... Ну, присоединиться, наверное. Если я сейчас еще раз скажу, что играю в первый раз, то я думаю, вы выключите видео. Поэтому я тихонько промолчу и скажу только то, что сейчас вы видите загрузку GPU... О, загрузку CPU, и вы видели до того загрузку CPU, соответственно, процессор, все 8 ядер, 8-ми ядерного процессора грузятся. То есть, ну, как минимум AMD должно работать хорошо. Так. Не знаю, ребят. Не совсем понимаю, что здесь сделать нужно. То есть, у нас один единственный внешний вид. А, нет. Я выберу, все-таки, наверное, мужчину, так как я мужчина. Да, ребят, видео будет длинное, судя по всему. Возьмите, чтобы присоединиться. Ну... И тут надо, типа, 20 на 20 или что? А, 40 игроков надо. Ребят, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, вообще, как оно набирается. То есть, игра, в принципе, то только вышла. А я лично смотрю, ну, сервер, ну, полупустой. То есть, я зашел, 20 игроков, и набирается абсолютно неохотно. Как вам сказать. Игра, кстати, довольно дорогая. Я, честно говоря, просто прозрел с того, сколько стоят игры. Хотя я Origin'ом и Steam'ом пользуюсь уже годы и годы. Ожидает подключения игроков один. Это имеется в виду, что... Так, ладно. Пока оно грузится, я чуть-чуть вам заполню текстом. Значит, Origin'ом и Steam'ом я пользуюсь долгие годы. То, что я понял, то, когда выходит новая игра, старая становится несколько неактуальна. Я приведу такой слабенький пример, конечно. Сейчас, например, Plants vs. Zombies. Если вы зайдете в первую часть, то игроков там почти не будет. Знаете, я, наверное, выйду. Там, по-моему, был режим на 12 игроков. На 40... Я бы вам показал, понимаете. Но только что было 25, потом снова 21. А 12 игроков... Как бы уже набрано. Там, по-моему, по 20 игроков в команде, если я не ошибаюсь. Но я только что смотрел, и я пока с вами разговаривал, уже... Уже отвлекся. Вот написано, но через оверлей плохо видно. Вам через камеру будет видно еще хуже. Но мне видно, написано... Да, присоединиться. 5 из 6, 4 из 6 присоединиться, да. Лес. Лес. Я думаю, вам будет интересно, ребят. Лес. Там должно подразумевать много частиц. Так как я слышал, что доработали сильные хорошо. Жмите, чтобы присоединиться. Еще раз повторяю, звук выключен. Чтобы вы слышали меня. И чтобы не было потом проблем с банами и с чем только не было. Игра идет на ультра. И моя любимая камера снова глючит. Взяла и просто прекратила запись. Но вы немного пропустили. Теперь я показываю вам, собственно, основу. И я надеюсь, что этот кусок металлолома, называемый Full HD камерой, будет показывать хороший результат. Так. Я не знаю, что здесь нужно. Стоять на точке или как-то ее захватывать? Я не вижу, чтобы подсвечивалось. Так. Ладно, ребятки. Нет, ни гранат, ничего. Хм. Давайте посмотрим, как кто-то играет. Я даже не успел стрельнуть, честно скажу. Я в батлу играю годами. Просто пока с вами заговорился. Давайте, наверное... Давайте, наверное... Видео я еще раз покажу. Значит, HD-качество 1680 на 1050, полный экран, вертикальная синхронизация выключена, поле зрения 110, размытие выключено, зернице 100, шкала зрения 100, качество графики, в принципе, все на ультра, кроме размытия, естественно. Так. А, тут есть начать. Чув, блин. Ребят, я дико туплю, потому что я просто не знаю, что здесь нужно делать. Я не понимаю. Нет, ни гранат, ничего. Я, кстати, выбирал гранаты. Гранаты не сохранились. Странно. Конечно, какая-нибудь крыса, как всегда, забирается спиной. Ну, давайте сделаем не особо красиво. Поиграемся в кемпера. То, чего я не очень люблю. Ребят, вы-то смотрите на оверлэд дисплей. Я-то... Я-то играю, а вы-то... Не говорите, что у меня... Да. Я просто тупанул, ребят. Ой, блин. Так, а чё мы там? Оказывается, тут какой-то набор есть. Бабах. Ну, а чё гранатка не взорвалась? Эх... Эх... На самом деле, графика очень красивая. Через прицел, конечно, не скажешь. Но выглядит хорошо. Камера, по-моему, снова сдвинулась. Ну, ребят, всё. Смотрите оверлейд. Даже не говорите за камеру. За запись через... Что там, бандикам есть? Даже просто не упоминайте. Компьютер убер-мощный. Но записывать попросту некуда. И, скорее всего, видео выйдет в HD-качестве в лучшем случае. Просто потому, что у меня сейчас на полутерабайтном жёстком диске всего лишь навсего 20 гигабайт. И придётся, скорее всего, конвертировать в BMW. Да, в принципе, игра интересная. У меня, оказывается, была... Я думал, это способность на двоечку. Всё, начинается, ребят, чистый Battlefield. Начинаю крысить углы. Да, ребят, чистейший, чистейший Battlefield. Те же гранатомёты. Абсолютно те же гранатомёты. Абсолютно те же пулемёты. Единственное, что... Есть Jetpack. Но это, скорее всего, взято из Call of Duty Ghosts. И... По-моему, есть ещё щиты, если не ошибаюсь. Заруб, конечно, не конкретный. Ещё раз повторюсь. 8 ядер. Или я не помню, я, по-моему, начал говорить. Значит, отключил я поточность... Ох, какая красота. Отключил я гипертрейдинг, значит, по той простой причине, что 8 ядер, 8 честных нормальных ядер, работает процессор лучше, чем 16 потоков. Как так? Как так? Скорее всего, для сервера оптимизация была не важна. Если быть точным, нужно было только количество... Количество потоков. Вот, конечно, Jetpack это вообще вещь, потому что не смог допрыгнуть. Нажал кнопочку и там. Так. Не совсем понимаю вообще, где наши, где враги. Ну вот как он меня убил? Не оставь сюда! Убивала просто напрочь в Battlefield, где просто одна пулька в голову и всё. Так, это наш. А где не наши? Блин, я этот самый. Я потратил. А можно? Можно. Понятно. Ладно, ребятки. Сколько там? Ещё 8 минут набежало. Так. Ну это хреново, что я могу сказать. Видео будет... Видео будет длинным. Возможно, кому-то неинтересно. Я ещё раз напомню. Е5. 2670. R9. 280. 8 гигабайт DDR3. У меня она работает на 1333. Так получилось, ребят. Я так понимаю, перестреливаться в реальности, вот, ну вот, как на дальних дистанциях, я уже заигрую, ребят. А в реальности победа. Ну, значит, я тут так подумал, ребят. Я, наверное, сейчас сделаю ход конём. Я ставлю видео на паузу и просто перезагружаюсь и включаю гипертрейдинг, чтобы просто вам показать, как грузятся все 16 потоков. После этого, наверное, всё, конец видео. Значит, сейчас я перезагружусь и продолжим. Так, ребятки, перезагрузился. Как вы видите, 16 потоков. Соответственно, 8 ядерный, 16-поточный процессор E5-2670 и видеокарта R9-280. Значит, я сейчас попробую... Я вам показывал режим на 12 игроков, да? Сейчас я вам ещё раз попробую его показать. Вот, кстати, хорошо сделано, посмотрите, фон. До того был AT-AT и... Забыл, как называется, дрон. Маленький дрон. А сейчас другая заставка. То есть, ну, молодцы. Так, присоединиться. У нас тут карт-бланш. Полный набор. А, нет, там подожди, там было 5 и 6. 11... 10 игроков. Такс. Подсказки, подсказки. Камеру я немножко переставил. По-моему, засвечивает, да? Ну, я думаю, в принципе, будет видно, что... Нет, засвечивает сильно. Такс, такс... Мне единственное, что не нравится, по какой-то простой и непонятной мне причине, разделяется CPU-8 и CPU-9 таким параметром, как загрузка памяти. Мне это непонятно вообще. Так. Я бы пропустил, конечно. Но всё-таки игра довольно красивая. Нужно отдать должное разработчикам. Посмотрим. В принципе-то интересно посмотреть, как будет загружаться... Как будет загружаться домосцена. Сейчас я хочу обратить ваше внимание. Видео памяти 2 гигабайта из 3. Так. Наборы. А наборов нет. А как так? Власти. Честно говоря, ребят, я задачен. Я вообще-то надеялся, что нам что-то дадут. Ну, видимо... Видимо, набор был, как этот, один. Я не знаю, как они здесь... Можно их как-то купить или что? Ну, как всегда, кто-то спину убивает. Бластеры, бластеры. Да, ребят, наверное, это будет больше смотр самой игры. Как вы видите, половина ядер простаивает. И сейчас производительность... К сожалению, тут же карту я не знаю, как загрузить. Вы сами видели, я при вас грузил автоподвор, получается. В принципе, здесь сцена довольно нагруженная. Знаете, такое сейчас впечатление. Такое через снайперку иду, смотрю, и такой Battlefield 3 или Battlefield 4 сзади ножом. Только хлопись и всё. На самом деле, блин, самый большой страх в Battlefield, когда просто ножом сзади снимают. Что это такое? Граната. Упс. И он, походу, гранату кинул. Так, ладно, ребятки. Я буду тут немножко угорать. По той простой причине, что... Я давно не видел такой хорошей игры. И, в принципе-то, это Battlefield. Блин, как красиво. Ребят, я вам... Я понимаю, что у меня камера очень дрянная. Я вам попытаюсь это на словах передать. Очень красивая графика. Прям... Хотя, возможно, используется эффект такой, как в кризисе первом. Там, где... Интерполяция, по-моему, была, если не ошибаюсь. Надо посмотреть. Я сейчас не буду врать, как называется эта система. Но там тоже было. Чем больше разрешения, тем красивее выглядит график. Я не помню, честно говоря. И... Я, собственно, звук-то выключенный. И я пытаюсь заполнить своим голосом как-то. Что-то у меня такое впечатление на счет всех троих в спину снимут. В батле оно обычно так и бывает. Пью-пью и все. Интересно, тут рукопашного боя нету? Граната? Нет. Не граната. Твою ж мать! Ну, в спину, конечно. Видео, ребятки, будет длинным. По той простой причине, что я хочу вам сделать, показать такую зарисовку. То есть, как грузится цепь. Как вы видите, вот раз, два, три, четыре, пять. Ну, собственно, и на двух процессах, на двух потоках, я думаю, лежит система. Поэтому, восемь потоков, в принципе-то, простаивает. Нету таких игр, которые в наши дни способны... способны загрузить все шестнадцать потоков. Это очень печально, на самом деле. По той простой причине, что... Имеем мы шестнадцать потоков в этой игре, тут было бы, ну, наверное, триста фпс, как минимум в два раза больше. Не надо наших в спину стрелять, отц. Да, блин, дайте мне вынести турель. Да, ну! Блин, поцы какие! Ах! В спину, да-да-да! Эх, давно я не играл в хорошие игры, ребят. Ох, я советую. Да, игра стоит очень каких-то нереальных просто денег, но игра того стоит. Очень красивая, очень оптимизированная. По самое не могу, ребят, оптимизированная. Серьезно. Четырёхъядерный процессор. Дайте мне добить эту турельку. Всё. Четырёхъядерный... О, фу, говорю. Восьмиядерный процессор на 267, по-моему, работает. Блин! Всё просто, всё просто летает, ребят. Серьёзно. Я думаю, всякие AMD-шники должны на... Сколько они там? На 4.3, я думаю, работает. Должны просто тащить. Вот мне интересно, а крит в этой игре есть? Просто вот он... Ну, половину хп сейчас снёс мне одним выстрелом. То есть, он стрельнул в голову или что? Я сейчас как нуб сижу за турелькой. На самом деле, турели во всех баттлфилдах, абсолютно во всех баттлфилдах, это просто мёртвая зона. Сел с винтаря, в голову пыльку получил сразу же, потому что игрок при этом не двигается. Можно спокойно хоть на километр прицелиться. Теперь он потс, блин, а не мастер-берсерк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Набор, набор. Наборы, я так понимаю, поражение. Наверное, я буду на этом заканчивать и видео. В принципе, довольно-таки нагруженная сцена. Наборы, я так понимаю, покупаются. Давайте финальные титры, в принципе, просто посмотрим. И на этом, пожалуй, видео я закончу. Я вам показал сегодня E5-2670 в восьмиядерном. То есть, в чистом варианте, как он есть, я ещё раз напомню, процессор восьмиядерный. Он не четырёхядерный, он именно восьмиядерный, шестнадцатипоточный. Значит, да, я понял. Значит, камера опять сдвинулась. Я опять не заметил. Ладно. На этом, пожалуй...